Лавров. Вашингтон захватила русофобская истерия. Москва не собирается усиливать конфронтацию США. Русофобская истерия в Вашингтоне не дает РФ и США продвигаться по важным для них направлениям, а также провоцирует дополнительное напряжение в мире, заявил в интервьюре о новости глава МИД РФ Сергей Лавров. В отношениях между двумя государствами существует немало проблем, как застарелых, так и недавно возникших или, точнее сказать, искусственно созданных. Главная из них — русофобская истерия, которая охватила вашингтонский политический истеблишмент и уже приобрела без преувеличения параноидальный характер. Именно она не дает двигаться вперед по важным для наших стран направлениям, провоцирует дополнительное напряжение на мировой арене, сказал глава МИД РФ. При этом Лавров отметил, что Москва не собирается усиливать конфронтацию США. На агрессивные выпады отвечаем, но конфронтацию подстегивать не собираемся. Будем и впредь последовательно и энергично отстаивать свои позиции, возвращая коллег в Вашингтоне к фундаментальным принципам, на которых должен выстраиваться двусторонний диалог. Главные среди них — учет и уважение интересов друг друга. Без этого оздоровить отношения попросту невозможно, равно как вряд ли получится эффективно сотрудничать в международных делах, сказал Лавров. Кроме того, министр считает, что нового железного занавеса между Россией и США нет. Не думаю, однако, что термин «железный занавес» применим к российско-американским отношениям на современном этапе, заявил Лавров, отметив наличие проблем в отношениях между двумя странами и немотивированные антироссийские действия со стороны США. В числе действий Вашингтона, направленных против Москвы, министр назвал принятие в США закона о санкциях, ситуацию с российской депсобственностью в США, давление на российских дипломатов со стороны ФБР, а также травлю российских СМИ. Отметим, накануне спецпредставитель США по Украине Корт Волкер заявил, что санкции против России должны в будущем сохраняться, потому что уходящий 2017 год стал наиболее кровопролитным с начала конфликта на Донбассе. По материалам сайта Ньюсгроком Продолжение следует...